Мост закрыли. Что стало с рынком и какие сложности возникли у местных продавцов? Выжить последние соки. Барнаульский мусорный полигон получил отсрочку от пенсии. До какого года? Пляжный сезон стартовал. О первых смельчаках, которые уже успели искупаться. Начнем выпуск с самой злободневной темы в Барнауле. Больше половины старого путепровода уже разобрали. На сегодняшний день на объекте сняли трамвайные рельсы, демонтировали асфальт, часть ограждений, электросети, убрали трубы и начали устранять балки. Напомним, мост начали ремонтировать ровно месяц назад. Реконструкция продлится до конца ноября 2023 года. Из-за ремонта моста на новом рынке многие попросту не знают, как попасть на сам рынок. А тем временем его продавцы уже завезли арбузы и торговлю не останавливают. Но вот терпят ли они убытки и могут ли закрыть рынок? Разбиралась Анастасия Наборщикова. Новый рынок закрыт, так говорят барнаульцы. Но прилавок Ирины полон овощей и ягод. Торговля идет. По сравнению с прошлым годом, вообще вот как мост закрыли, проезд закрыли, меньше стало народу пополам. Так может быть меньше, потому что цены выросли? Цены это однозначно выросли, это на все выросли. И с этим люди мирятся. Выбора у них нет, значит проблема не в этом. За 20 лет на рынке трудности у Османовой были однажды, когда строили ТЦ «Пионер». Тогда тоже перекрывали дорогу. Но сегодня обрушился не мост, а выручка у каждого соседа. К вам очень далеко, добираться очень трудно, говорят так. А вы сама как доезжаете? На автобусе. На полчаса раньше. Упали продажи? Да, упали и очень сильно. Если так посудить, это процентов 50-70. Искать новую точку никто не хочет. Здесь свои, уже постоянные клиенты. А еще здоровая конкуренция, которая определяет очередь покупателей и даже бизнесменов. Легкая паника существует, что якобы слухи ходят, что рынок новый, там перетерпевают какие-то закрытия, какие-то ограничения. Ничего этого нет. То есть у нас свободных мест на рынке нету. Даже арридаторы обращаются какие-то. Все занято. Я пришла, моментально нужно, ну, шлепки хоть какие-то, чтобы ходить. Ну, по цене я, в принципе, нашла себе такую эконом-класса. Я вот, например, не знала, что тут открыта дорога, вот эта, на Ленинске. На рынок специально нужно ехать. Вы не готовы? Мы не готовы. Возле дома. На рынок люди вернутся. Таков прогноз на время стройки. Пока возводят новый мост, продавцы будто заново отстраивают продажи. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. «Единая Россия» утвердила тройку кандидатов из списка партий на выборы в Барнаульскую городскую думу. Ее возглавил мэр города Вячеслав Франк. Кто еще заручился доверием партии, смотрите в нашем сюжете. Тройка определена. Глава города Вячеслав Франк, председатель городской думы, ректор Алтайского института культуры Галина Буевич и почетный строитель России Владимир Отмашкин. Именно эти кандидаты пойдут на выборы в городскую думу 8-го созыва от «Единой России». Такое решение приняли члены президиума регионального полицовета партии путем тайного голосования. Вот это в целом те люди, которые на сегодняшний день берут ответственность и своим статусом показывают жителям города, что в случае избрания они целиком, полностью и сегодня, и в дальнейшем будут работать безусловно только на развитие нашей столицы, нашего административного центра. Напомним, кандидаты в Гордуму из списка партий единственные, кто не участвовал в праймерис. Эту тройку под руководством главы города Вячеслава Франка выбирает сама партия. Все остальные участники накануне прошли предварительное голосование. Его победители пойдут на выборы по одномандатным округам. Те, кто занял вторые места, возглавят территориальные группы. Задача стоит побороться и побороться за все мандаты. Мы бы хотели получить устойчивое большинство для того, чтобы и дальше двигаться, и развивать город, и вообще сохранить ту стабильность, которая, ну, с моей точки зрения, сегодня присутствует в городе Барнауле. Добавим, что выборы восьмой созыв Барнаульской городской думы состоятся уже через три месяца. День Икс, 11 сентября. Ирина Корчагина, День с толком. Исчерпывающие меры поддержки. Виктор Томенко провел заседание комиссии сельское хозяйство Госсовет России. В нем приняли участие представители ведущих аграрных регионов страны. Напомним, Виктор Томенко возглавляет в Госсовете работу комиссии по направлению сельское хозяйство. По словам губернатора региона, сегодня ведется работа по исполнению поручения президента, чтобы с 2023 года обеспечить среднегодовые темпы роста объемов производства АПК на уровне не менее 3%. Виктор Томенко подчеркнул о необходимости исчерпывающих мер господдержки, в том числе в импортозамещении критически важных видов сельхозпродукции. Решения, поставленные президентом Российской Федерации задачи в условиях текущего дня, давления санкционного, ограничительного, требуют, конечно, от нас системного комплексного подхода. Возникает необходимость внедрения новой модели экономического развития, способной сохранить устойчивый и динамичный рост всего АПК, основанный на реализации внутренних факторов конкурентоспособности и повышении экономической эффективности производства. Следующее заседание комиссии пройдет уже во время агропромышленного форума «День сибирского поля». Он пройдет в Алтайском крае 29 июня. Из Барнаульского полигона еще можно выжать последние соки. Ранее считалось, что его вместимость будет исчерпана уже к 2023 году. Однако накануне стало известно, что фактическая площадь полигона позволяет производить захоронение мусора аж до 2034 года. Моя коллега Ирина Корчагина расскажет подробнее, как в Алтайском крае в ближайшие годы будут решать проблемы с отходами и где в регионе могут появиться заводы по переработке мусора. Пока в это сложно поверить, но уже через каких-то 8 лет, к 2030 году, согласно нацпроекту «Экология», 100% твердых коммунальных отходов должны сортироваться перед утилизацией. А на переработку будут отправлять более трети всего бытового мусора. Вопрос обращения с отходами стал ключевым на последнем заседании Общественной палаты Алтайского края, и он нуждается в реформе. Цель во всей этой тематике – это организовать раздельный сбор. То есть это самый, так скажем, оптимальный и дешевый путь, так скажем, борьбы с отходами. Также мы уже предложили, и сегодня мы будем об этом говорить. Первое, что надо, в принципе, в крае принять дорожную карту. Дорожная карта была разработана экспертами Общественной палаты края. Ее суть в том, чтобы сделать отрасль более прозрачной, ведь она будет отражать всех участников цикла – от собственников отходов до полигона. Первое, надо создать условия, чтобы были те площадки, где будут принимать где-то безвозмездные эти отходы, где-то с какой-то, может быть, монетизацией, чтобы это было выгодно. И собственникам, которые будут сдавать, чтобы они их не вываливали в лесополозы, а именно был прямой интерес. На заседании была затронута тема и Барнаульского полигона. Ранее считалось, что его вместимость будет исчерпана уже к декабрю 2023 года, так как сейчас он заполнен на 98%. Однако, по словам оператора полигона, фактическая площадь объекта позволяет производить захоронение мусора до 2034 года. В период 90-х, 2000-х годов отходы на полигоне принимались в кубических метрах и переводились в тоннаж, в форму отчетности, из-за счета, что в одном кубическом метре находится 200 килограмм отходов. Фактически, установленное весовое хозяйство 2018 года позволило нам сделать выводы о том, что в одном кубическом метре находится от 80 до 110 килограмм отходов. По словам оператора полигона, все это вносило искаженные данные об объемах заполнения, поэтому полигон может принять еще порядка 9 миллионов тонн мусора. Но не стоит забывать, что объект находится в приаэродромной зоне. Контролирующие органы неоднократно поднимали вопрос о ликвидации полигона, так как он притягивает птиц. Вывод – использовать полигон можно будет только до конца его производственной мощности. Также на заседании обсудили далеко идущие планы. К 2030 году в крае появится сразу пять комплексов по сортировке и переработке отходов. В Олейске, Бийске, Заринске, Славгороде, а также в Павловске. Эти предприятия будут принимать около 600 тысяч тонн отходов ежегодно. Самый первый проект планируют реализовать уже в ближайшем будущем, в Павловске, к 2024 году. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Пляжный сезон открыт. На столбике термометра плюс 28, а это значит, что в эти выходные барнольцы могут отдохнуть на городском пляже. Но осмелился ли кто-то уже сегодня после дождей надеть купальник? Наш корреспондент Анастасия Наборщикова купальник не надела, но на пляж отправилась. Пляжный сезон стартовал, и меня интересует вон тот мужчина. Так бы я сказала, если он согласился со мной говорить, но профессия обязывает, поэтому как будут спасать барнаульцев мы не знаем, но как барнаульцы будут себя спасать, узнаем сейчас. Среди горожан затерялись белые медведи. Те, кто по сути человекоподобен, но по натуре морж. Из-за погоды вода еще не прогрелась, поэтому сезон открывают они. У нас такого не бывает, чтобы были судороги. Они возникают из-за того, что нет подготовительной части, то есть нет тренировки. Комплекс упражнений выглядит так. Александру 69, но в подробности вдаваться не будем. Поговорим о другом. Сколько уже лежишь, загораешь? Час. Может, пора искупнуться, а то вдруг солнечный удар? Да нет. У ребенка маленького сезонного. Что делать будете вы? Сложно сказать. Это же ребенок, блин. Как вот с ним обращаться? Кстати, чаще всего тонущий ребенок не может позвать на помощь. И тут надо быть попросту внимательным. Но не будем о плохом. Подметим, что зонтики есть, шезлонгов тоже хватает. Настроение хорошее. А загар приобретаем. Как себя спасти, горожане знают. Все, кто попал в объектив камеры, сказали надеть шляпку, а в случае судороги потянуть на себя носочек. Вот так грациозно не утонет никто. Но спасатель все же бдит. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Над Гребным каналом сегодня летали драконы. Впервые здесь прошел студенческий фестиваль греблей. Самое масштабное событие со времен Кубка мира прошлого года. А еще здесь сегодня установили рекорд России. Какой именно, в нашем видеосюжете. На Гребном давно не было так многолюдно. Фестиваль собрал больше сотни студентов. 16 команд алтайских вузов. Они появились буквально за три месяца. Ведь студенческую лигу на лодках «Дракон» создали только в марте. К примеру, политех на фестивале представляли сразу четыре команды. Желающих попасть в них было много. Причем, как таковых гребцов в составе всего двое. А какая-то специальная подготовка была? Да, две недели мы ходили, тренировались. Были упорные тренировки. Два-три раза в неделю мы сюда выезжали на канал. И здесь проводили тренировки. У нас за каждой командой был инструктор, опытный человек, который их обучал. Те, кто не попал в составы команд, пришли поболеть за своих. Когда еще можно совместить поддержку родного вуза, будь то педагогический или медицинский, с удовольствием побыть у реки на ярком летнем солнце. Никогда до этого драконов не видела. Хоть посмотрю теперь. Шоу такое классное показывают. Переживаем за бедного мужчину, чтобы он там нечаянно не отцепился. А, у тебя парень участвует, да? Да. А сам бы хотел попробовать вообще? Да точно нет, не хочу попробовать, потому что так не умею вообще. До начала соревнований состоялся парад лодок драконов. Вместе со студентами плыл и призер Олимпийских игр, дзюдоист Иван Нифонтов. Когда на воде гребешь, катишься, активный образ жизни. Это прям умиротворение, отдых. И мне кажется, что здорово, что в городе Барнауле такое появляется. Кстати, тот самый рекорд России поставили в самом начале фестиваля. В Барнауле на гребном прошел самый массовый парад на спортивных лодках. Их было 194. Сертификат в руках одного из организаторов. Мы думали, какая изюминка должна быть на этом фестивале. Решили, что это будет установить рекорд России. Одновременное нахождение сплавных средств на воде. И у нас это получилось. Несмотря на то, что этот праздник гребли назвали фестивалем, студенты сражались за победу. Все как полагается. Предварительные заезды, полуфиналы, финалы. Настоящая борьба, по результатам которой будет сформирована студенческая сборная края для участия в чемпионате России. Но и проигравших здесь нет. Прекрасная погода. У всех горят глаза. Вот это самое главное. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Алтайские журналисты – самые спортивные в стране. Это подтверждает тот факт, что среди представителей СМИ проходят турниры по футболу, керлингу, бильярду. И этот список можно продолжать бесконечно. Подобного разнообразия нет ни в одном регионе страны. Так, на очередном спортивном состязании среди журналистов встретились печатники и телевизионщики. Среди последних и наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Так, кто же из них лучше играет в теннис, узнаем сейчас. Филигранно владеть шариком и ракеткой без соперника может каждый. Осойдитесь вы лицом к лицу с противником в настольном теннисе. Здесь придется попотеть. В этот раз на турнире были не только журналисты, но и блогеры, и представители индустрии развлечений, ведущие свадеб или корпоративов. К слову, они играют весьма неплохо. Так, один из представителей «Эвентсферы» в дебютном для себя турнире занял призовое место. Соперники серьезные. Серьезные соперники, два мастодонта, ветерана, дали мастер-класс, как играть. А так, конечно, было тяжело с всеми соперниками. Сложно, старались, как могли, бились. Как мог, бился и я. Главная задача была выйти из группы, чего, к сожалению, у меня сделать не получилось. И все же из трех матчей одна победа. По итогу игр группового этапа в утешителем для себя в финале я сошелся с коллегой, другом из телеканала «Катунь-24» Артемом Тарасовым. Я старался играть с толком, и на мой взгляд, матч получился интересным. И все же результат не главный. Куда важнее общение с коллегами и теплая встреча с друзьями. Два года как переехал из Красноярска края, но я там про такие турниры, конечно, не слышал. Поэтому мне кажется, это интересно, во-первых, и для вас, участников, и для популяризации настольного тенниса вообще в Алтайском крае. То есть алтайские журналисты самые спортивные? Да, ну мы будем идти к тому, что просить федерации сибирского региона проводить свои турниры, и может как-нибудь проведем здесь, в Перместной Сибири, среди журналистов. Первый раз участвую в этом турнире, хотя знал, что в те годы тоже проводились какие-то кубки, тоже среди СМИ, журналистов. Но вот руководство направило первый раз, ну вроде бы как бы первое место, привезу в Павловск кубок. Если золото отправилось в Павловск, то серебро и бронза остались в Барнауле. Их завоевали Сергей Герасимов и Евгений Сычев. В этом году подобный турнир по теннису провели уже дважды. Теперь небольшой перерыв, чтобы потренироваться и уже осенью снова сойтись в бою. Надеюсь, там смогу принять участие и я, чтобы с толком для толка добыть золото. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. День с толком. День с толком.